Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 15 главу Евангелия от Иоанна. Если каким-то одним словом выразить содержание 15 главы, я бы выбрал глагол «пребывать». В языке Иоанна Богослова это слово означает не просто остановиться, задержаться в каком-то месте, но это слово означает обрести покой и окончательно поселиться, чтобы это место стало твоим родным домом. Вот что означает «пребывать». Это слово уже прозвучало в предыдущей главе. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, то есть вселимся в его сердце». Поэтому глагол «пребывать» заявляет эту тему сокровенного таинственного присутствия Христа в душе каждого ученика, каждого вершущего человека. И для этого он прибегает к притче о виноградной лозе. Виноград – это излюбленный образ ветхозаветных пророков. Виноградник – это священная земля, а виноград – это символ народа Божия. И у пророков народ Израиля, который изменяет Богу, впадает в идолопоклонство, подобляется виноградной лозе, которая одичала, и вместо благоуханного и сладкого винограда приносит кислый плод, от которого остается только оскомина. Этот народ совершает дела, которые оскорбляют Бога. И в Евангелии Христос употребляет этот образ применительно к самому себе. «Аз есмь истинная виноградная лоза». И, соответственно, община его учеников, Церковь Христова – это новый народ Божий, новый виноград, который очищен Словом Божиим. То есть одичавшая виноградная лоза вдруг опять становится благородной, чистой, сладкой, благоуханной, без примеси, лукавства, совершенной в любви. И ученики, и все верующие во Христа становятся как виноградные ветви, которые привиты к этой виноградной лозе. Это замечательный образ, который передает нам мысль о том, что мы внутренне соединены с Богом. Точно так же, как виноградные плоды питаются соком, который движется по лозе, точно так же и мы живем той жизнью, которая нам приходит от Бога. И эти соки жизни соединяют нас друг с другом, соединяют нас со Христом и соединяют нас с Источником, с Богом Отцом. И поэтому в 12 стихе с новой силой возвращается лейтмотив любви. Не только общая жизнь, но и соки любви соединяют нас. Здесь также возникает образ радости, потому что Бог в сердце своих верующих, любящих Его, вкладывает свою радость, которая будет совершенной, полной. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Очень важно понимать, что на языке Иоанна Богослова слово «заповедь» означает не совсем то, к чему мы привыкли. Для нас очень часто заповедь — это как некое предписание, повеление, как некая статья закона, которая подлежит обязательному исполнению. Но оно имеет другое звучание. Слово «заповедь» как слово «завет», и в каком-то смысле это становится завещанием, то есть последней волей, то, что мне приятно, то, что мне благоугодно, то, что мне приносит радость. «Это есть ли у вас будет та любовь, которая живет между мной и Отцом?» И здесь мы получаем какое-то новое понимание того, что такое любовь. Для нас очень часто любовь — это просто чувства, это какие-то переживания. И, как говорит Сократ, любовь — это когда кто-то о ком-то скучает, кто-то в ком-то нуждается, тоскует. Но здесь совершенно другой образ. Он выражен греческим словом «агапы». И в данном случае любовь — это скорее некая нежность, милость, образ братской любви, когда в одной семье всем хватает любви и никому не бывает тесно рядом друг с другом. Это именно та любовь, которая изливается от отца на сына, которая возвращается от сына к отцу и обретает такую полноту и силу, что она изливается вовне и наполняет собой целый мир. Именно этой любовью ученики отныне могут любить друг друга. И в 13 стихе звучат слова, которые вы хорошо знаете. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, за тех, кого любит». Друзья — это те, кого ты любишь. И здесь этот образ души. В действительности слово «душа» в языке Иоанна Богослова — это тоже один из синонимов любви. Но имеется в виду любовь биологическая, любовь, которая связана с жизнью и с дыханием человека. Поэтому тот, кто положит жизнь свою, именно эту биологическую жизнь, свое дыхание, за тех, кого он любит, когда он свою жизнь наполняет до края этим чувством любви, этой агапы, это будет вершина всего. Точно так же, как Христос на Тайной вечере возлюбил своих до конца, то есть совершенной, полной любовью, которая переливается через край, именно поэтому последние слова Христа на кресте будут «свершилось», поэтому нет большей любви. И тот, кто по-настоящему познал такую любовь, кто испил чашу любви до дна, кто наполнил ей свое сердце, тот понимает, о чем идет речь. Но очень важно, что выражение «отдать жизнь» или «положить душу» — это не означает «умереть, истекая кровью». Это означает именно «жить». «Жить», но не замыкаясь в себе, не наполняя свое сердце эгоистической любовью, а наоборот, открывая свое сердце и обретая себя вот в этом общении любви. Тогда любовь действительно становится символом и синонимом самой жизни. И в действительности эти слова о любви, когда ты любишь настолько, что готов жизнь свою положить за тех, кто тебе дорог, становятся пророчеством о том, что происходит со Христом. Очень важно, что в Евангелии смерть Христа представлена не как убийство. Христос говорит, «Никто не отнимает у меня жизнь, я сам ее отдаю». Жизнь становится даром любви, который приносишь ради тех, кого ты любишь. Именно поэтому смерть, которой умирает Христос, жизнь, которая отдается как дар, становится победой над смертью. Эта смерть уничтожает, упраздняет саму смерть и становится воскресением. И именно эта сила любви связывает Христа с учениками и связывает братьев между собой. Затем возникает образ мира. По-гречески слово «космос», как и в нашем языке, мир — это мироздание, вселенная, универсум. Это мир, который сотворил Бог. И мы тоже слово «мир» употребляем применительно к людям. Весь мир, то есть все человечество, которое также дорого Богу. Но в языке Иоанна Богослова очень часто слово «мир» является синонимом той стихии, которая отрицает Бога. Христос приходит к своим, но свои его не принимают. И поэтому слово «мир» очень часто сочетается и рифмуется со словом «ненависть». Поэтому и говорится, если мир вас ненавидит, «знайте, что меня прежде вас возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир — это стихия, которой правит князь века сего, имя которому сатана. И в тот момент, когда Христос предупреждает своих учеников о том, что их ждут испытания, их ждет ненависть, их ждет мученический венец и гонение, мир вас отвергнет. Но пусть для вас это станет знаком того, что вы действительно мои ученики. Мир вас ненавидит не просто так, потому что он ненавидит всех, но вы не от мира сего. И здесь он возвращается к тем первым дням, когда он призывает учеников стать его апостолами. Их первая встреча. В действительности, Иисус Христос поступает не так, как поступают другие учителя, наставники того времени. Обычно учитель проповедует на улицах, площадях, в поисках учеников. Он пытается их привлечь своим учением, своим красноречием. И они становятся его учениками. В действительности, Христос своих учеников призывает. Он напоминает здесь, что потом, когда вы станете апостолами, всегда помните, что у вас за спиной стоит некий зов, некое призвание. В тот момент, когда Христос говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Ненависть, которую изливает мир на Христа и на его учеников, в действительности является исполнением пророчества. И здесь Евангелист цитирует псалом, «Возненавидели меня напрасно». И действительно, мы увидим, что в тот момент, когда толпа будет истязать Христа, многие из них будут думать, что они тем самым угождают Богу. Но в действительности, это лишь исполнение пророчества о том, что ненависть ко Христу, к Сыну Божию, будет неправедной, напрасной ненавистью. И завершается эта глава темой утешителя, утешителя Духа Святого, которому будут посвящены следующие главы. И само это понятие утешитель заимствовано из юридического языка. Проповедь Христа, его страдания, его смерть и воскресенье, его окончательная победа представлены в Евангелии от Иоанна как некое судебное разбирательство, как некий суд, как некий кризис. И, конечно, в зале суда всегда оказывается тот, кто выступает в роли адвоката, кого зовут для того, чтобы защитить правду, защитить истину, отвести обвинение от того, кто невиновен. И одновременно это слово имеет еще и другие значения. Это не только адвокат, защитник перед лицом князя мира сего, который всегда является обвинителем, врагом. Слово утешитель еще означает тот, кто наполняет радостью. Радость, опять же, это не просто чувство, как и любовь, это не просто чувство, но некая полнота бытия. Поэтому эсхатологическая реальность, божественная реальность, дух утешитель — это тот, кто дает силу, радость бытия, уверенность в том, что свидетельство, которое ты приносишь, есть свидетельство истины, настолько, что сам дух утешитель становится свидетелем вместо тебя. И когда вы будете свидетельствовать, вас будет свидетельствовать и Дух Святой, потому что вы сначала со мною. И здесь прозвучало ключевое слово, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Сначала, с того момента, когда Христос впервые их встретил на берегу Тевериатского моря, но в действительности, как будто от начала мира, означает навсегда. На портале «Экзегет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.